Слышал легенду? Будто когда-то эту страну населяли гиганты. Будто мы жили странной судьбой, были готовы к работе и к бою. От недостатков хлеба и мяса вредили Маркс победой и Марсом. Снежной тайгой, Арктикой хмурь, яркими звездами над Байконуром. Интересно, а что самое трудное в космосе? Невесомость, оторванность от Земли, аварийная ситуация? Нет, самое трудное в космосе, как и на Земле. Говорите право. Я из Ленинграда. А почему не Митер? Почему не Митербург? Просто была такая интеллектуальная столица. Называлась Ленинград. 25 мая 1931 года на свет появился Георгий Михайлович Гречко. Мечтатель. Исследователь. Гигант. Один из покорителей космоса. Один из первых герой. Герой своего времени. Первые два школьных года я практически не помню. Не сохранились памяти. Но я хорошо помню лето. Лето 41-го года. Летом 41-го года маленький Георгий отправился в гости к бабушке в Чернигов. Ничто не приобрещало беды. Находился на оккупированной территории? Да. Было страшно. Жизнь человека зависла от настроения фашистов. Однажды. Иду в школу, переступая через убитого. На стене рядом с учителем след от пули. А потом... Потом прошел слух. Слух о том, что наши сего сожгут-сожгут вместе с людьми. Мы, десятилетние мальчишки, ворвались домой. Схватили за руку бабушку, хотели вместе с ней бежать. И куда же мы, дети, побежим? У нас с вами здесь дом, огород. И мы остались. Остались и ждали. Когда нас сожгут, было трудно. Мы вдвоем с двоюродным братом кормили семью из шести человек. Вспахивали шесть соток земли. Без лошади, без плуга. Целыми днями скобовали, поливали, повалили. Этот труд, наверное, и сделал из Георгия космонавта. Появились силы, координация, ответственность. Война мальчишки быстро мужали. Но в 1943 году Советская армия освободила Чернигов. Я вернулся домой, я вернулся к семье. Я вернулся в Ленинград. Через два года Красная Навия рейла над Рейхстагом. Война закончилась. А затем я закончил школу и поступил в войне. Благодаря ректору института и Ленинградскому трамваю. Георгия с детства привлекали скорость, высота, грохот и огонь. И он мечтал быть сначала танкистом, затем летчиком, и, наконец, ракетостроителем. Но Циолковский говорил, что человек полетит в космос только через сто лет. А ведь его считали великим мечтателем. Я это знал, знал и понимал, что даже если я стану долгожителем и проживу целых сто лет, мне физически не стать космонавтом. И тогда мне пришла в голову гениальная мысль. Найти институт, где учат на ракетостроителях. Георгий мечтал о ракетах, но он не знал ответа на простой вопрос, куда пойти учиться. Я был осунулся в политех, где учились мои родители, но там ракетного факультета не было. Вскоре Георгий увидел в трамвае рекламу ленинградского военмена. Через год он пришел и сдал все экзамены на отлично. Но на факультет реактивного вооружения меня брать не стали. В анкете было красным карандашом подчеркнуто, что Георгий Гречко находился в оккупации. И это несмотря на то, что с немцами он не сотрудничал. Я был комсомоль самотут! Вдруг такое недоверие? Дело дошло до заседания у ректора. Пришли деканы факультетов, профессора. Я хорошо себя показал. Им хотелось иметь такого студента, как я. У нас есть другие факультеты. Почему ты хочешь на конструкторский? Да потому что там изучают ракеты! Ты был в оккупации и знаешь про ракеты. Откуда? В прошлом году еду в трамвай и вижу объявление ленинградского войне о наборе на факультет реактивного вооружения. Сейчас названия, конечно, поменялись, но нетрудно догадаться, какой из них стал конструкторский. Голоса тогда разделились пополам. Мнение было зарято. Этот парень не просто псих. Он целенаправленный псих. И я поступил в военмех. Я люблю свой институт. Правда, очень люблю. Ведь нас всегда учили не только теории на самом высоком уровне, но и работать руками. И мы выпускались инженерами действительно широкого профиля. Возможно, даже несколько переборщили. Ведь среди выпускников военмеха были артисты, певцы и даже директор театра. На нашей самодеятельности всегда была длинная очередь из других институтов. Мы даже выставляли в двери ребят. И когда приходили мальчик с девочкой, мы девочку пропускали. А мальчика? А мальчика нет. А потом целую ночь дрались и бегали друг за другом. Так что из выпускников военмеха получались настоящие люди, готовые постоять за себя и в науке, и на улице. Представьте, я мечтал о ракетах, о космосе, где-то с юношества. Но мечтали-то все, а летали лишь единицы. И вот, наконец, в 75-м году, когда мне было уже 44 года, сбылась эта невероятная, заветная мечта. Подошел мой час лететь в космос. Мой первый космический полет Георгий Гречко совершил с 10 января по 9 февраля 1975 года. Второй космический полет состоялся 10 декабря 1977 года и завершился 16 марта 1978. В этом полете Георгий Гречко совершил выход в открытый космос. И стал первым, кто встретил Новый год на орбите. В свой третий космический полет Георгий Гречко отправился 17 сентября 1985 года в возрасте 54 лет и стал самым возрастным человеком, побывавшим на орбите. За четыре с лишним месяца, которые в общей сложности мне довелось провести на орбите, я успел убедиться, что нет лучше работы, чем в космосе. Но ведь нет лучше жизни, чем на Земле. Ведь в космосе ты теряешь природу. Так говорят же, что в космосе космическая тишина. Нет там никакой тишины. Там все время работают моторы, щелкают телеметрии, вентиляторы подбывают, а реки нет, зелени нет, природы нет. И лишь когда я вернулся на Землю, я понял, как же это прекрасно. В космосе вас, наверное, не раз выручало умение радоваться и улыбаться. Ведь даже журналисты все время намекали на вашу поистине гагаринскую улыбку. Да, я правда часто улыбался, но напоминаний я об этом не люблю. Но однажды на приеме в чешском посольстве ко мне подошла одна женщина. Знаете, у меня есть подруга, она тяжело борьба. И вот как-то увидела вас по телевизору и говорит, ему, наверное, сложнее, чем мне, а он улыбается. И вот, казалось бы, уже похоронила себя, а тут вдруг ожила. С тех самых пор на свою улыбку я уже никогда не обижаюсь. Но шло время, и улыбка сменялась тревогой. Перелоги.